Масленица – очень старинный праздник со своими поверьями и традициями. После масленицы люди начинают ждать весну. Это последний большой зимний праздник. Наверное, современный человек не готов следовать всем народным традициям эстонской масленицы. Но позволить себе раз в год свиные ножки, гороховый суп, ячменное печенье и, конечно же, масленичную булочку со сливками все же можно и даже нужно. Впрочем, если первые блюда носят исконное эстонское происхождение, то булочки пришли к нам из Германии. На Масленицу также принято играть в народные игры, кататься с горы, танцевать и веселиться. В Средневековье была даже такая традиция, что ухажерство, молодые ребята, неженатые, запрягали лошадь, сани, брали туда девушек и объезжали весь старый город. И другие катались на своей попке, дети, с каких-то этих самых холмиков, которые тут у нас вокруг. Так что, да, это движение действительно было. Масленица – езда. Также в музее под открытым небом в Рокальмары прошли традиционные мероприятия в праздник проводов зимы. Кстати, там же в музее через месяц, 16 марта, будут печь блины с вареньем в самой настоящей деревенской печи, пить чай из самовара, когда будут отмечать православную Масленицу. Блинов должно быть на Масленицу много, чтобы и соседей накормить, и в костер пару штук бросить. Таковы обычаи. И обязательно угощение делали с маслом. Есть версия, что от этого и пошло название праздника. И, конечно же, одним из главных событий православной Масленичной недели является сожжение чучела, которое символизирует зиму с ее холодами и морозами. Но это произойдет через месяц, и мы обязательно об этом расскажем подробнее в наших уже весенних выпусках. Вадим Малышкин, Андрис Лайго, Новости Таллина. Малышкин, Андрис Лайго, Новости Таллина.